В эфире Кочари. Предлагаю для начала посмотреть азербайджанский хореографа-журналистский зуд, затем снова вернемся к теме. Эти юноши участники ансамбля «Орлы Азербайджана». Они исполняют азербайджанские национальные танцы, в числе которых особо популярны яулы и кочари. Занятие ребятам проводит заслуженный артист Ханлар Баширов. Ансамбль «Орлы Азербайджана» успешно выступал с гастролями в Румынии, Германии, Турции, Эфиопии и России, представив в этих странах богатство танцевальной культуры Азербайджана. Национальные танцы являются частью культуры каждой страны. Именно в них можно проследить историю, традиции и обычаи народа. К тому же в танцах как нельзя лучше отражается характер людей, их настроение и темперамент. Азербайджанский национальный танец кочари исполняют следующим образом. Держатся за руки, либо за плечи и танцуют сомкнутым рядом по кругу. В старину этот зажигательный танец считался разогревочным перед началом битвы. Таким образом он помогал воинам настроиться на предстоящее сражение. Кочари многие годы исполняют народы Южного Кавказа, однако особую популярность он получил в одном из древнейших регионов Азербайджана, в Нахчеване и в Турции. Если взять национальные танцы тюркских народов, азербайджанские танцы тоже очень древние и богатые по содержанию, по музыке. У нас очень много ритмов. Если взять ритмы, около 10 ритмов, которые тоже отличают наши танцы от кавказских танцев. Кочари танцевали обычно те пастухи, люди, которые жили на зимних пастбищах, на летних пастбищах. Они вот в праздниках, когда свадьбы, когда праздники, становились вот в ряд и танцевали танец кочари. Обычно у нас вот этот кочари под журну исполняется и под ударные инструменты. Существование ансамбля «Орлы Азербайджана» его участники связывают исключительно с любовью к родной танцевальной культуре. Кроме того, юные танцоры убеждены, что таким образом они смогут защитить культурное наследие своего народа от посягательств других стран. Здесь мы воплощаем в жизнь национальные традиции, фольклор, танцы. Три-четыре раза проходят занятия. Если бы у нас не было этой любви к танцу, то тренироваться было бы невозможно. Нужно любить свое ремесло, свою родину. И мы очень рады, что вносим вклад в развитие танцевального искусства в Азербайджане. В ансамбле «Орлы Азербайджана» я уже почти пять лет. Пришел сюда, потому что считаю танцы одним из самых интересных занятий видов искусства. «У нашего народа очень много красивых танцев, и мы хотим показать их всем, чтобы наши недоброжелатели не присваивали то, что принадлежит нам. Пусть весь мир знает и видит, чего достойно Азербайджан». Говоря о недоброжелателях, танцор имеет в виду представителей армянского народа, которые на протяжении долгого времени пытаются присвоить азербайджанские танцы, песни, кухню, исторические памятники. Практиковать клагиат армяне начали с прошлого века, с того времени, как их переселили на территорию Южного Кавказа. Азербайджанская культура, славящаяся на весь мир, им приглянулась особо. Подтверждением этому ставили периодические заявки официального Еревана в международную организацию ЮНЕСКО с требованием внести тот или иной вид культуры Азербайджана в список нематериального культурного наследия, как свой собственный. После провальной попытки присвоить себе кавказский хлеб-лаваш, армяне переметнулись на азербайджанский танец кочари. В связи с этим танцем в середине текущего года Ереван подал заявку в ЮНЕСКО. Обсуждение этого вопроса и его решение намечено на заседаниях в период с 30 ноября по 2 декабря. Со стороны Азербайджана в ЮНЕСКО уже направлена соответствующая справка об истинном происхождении танца кочари, в которую включена и этимология слова. В известной книге Махмуда Кашкари «Диван Лугата от Тюрк» кочари дано в следующем значении – кёч, кёчмяк, то есть кочевать с одного места на другое. Ихрибан Касумова, Руфат Олегперов, Си-Би-Си. Вот и до кочари добрались. Оказывается, и кочари – ничто иное, как азербайджанский, пардон, древнеазербайджанский танец. Танец кочевников. Именно поэтому он – кочари. Правда, иногда трактовка названия ведется не от кочевника, а от барана – «гоч» по-азербайджански. Но не суть важна. В этом государстве, что не азербайджанское, то от барана или кочевника. Признают-таки собственную историю, когда это выгодно. А когда такая выгода только во вред, то баранов и кочевья приходится избегать. И называть себя древними, оседлыми азербайджанцами, которые были и есть у берегов Куры со времен шумеров. Да чего там шумеры? Шумеры и есть азербайджанцы. А теперь по существу. Поражает низкий уровень IQ авторов репортажа, которые то и дело часто сопровождают видеоряд репликами «Тюркский», «Тюрки» и так далее. Хотелось бы обратиться прежде всего к самому автору этого сюжета, Мехребан Гасимовы. Ханым, вы проживаете в Казахстане, в городе Лисаковске, в Кустанайской области. Я понимаю, что Лисаковск по большей части населен русскими и немцами. Но казахи в этом городе тоже живут. Это все-таки Казахстан. И в Кустанай вы наверняка бываете в вашем областном центре. Да и наверняка знаете историю, культуру Казахстана. Все же это ваша вторая родина. Так вот, вы азербайджанка, тюрчанка. Казахи тоже тюрки. Вы не задумывались, отчего, будучи, как и вы, тюрками, казахи не только не танцуют кучари, но и понятия не имеют об этом танцы. Ровно так же, как и 98% всех остальных тюрок, которые не знакомы с кучари. У большей части тюркских народов свои специфические танцы, которые далеки как от хороводных, так и с войной, как кучари. У узбеков и туркмен имеются небольшой ряд хореографического искусства, напоминающие хороводы, но эти заимствования от ираноязычных народов самого Ирана, Афганистана и Таджикистана. Но и это не кучари. И лишь только турки и азербайджанцы знают кучари и танцуют этот танец. Неужели вам это ни о чем не говорит, Ханум? Не юлите. Очень даже говорит. И говорит о том, что кучари танцуют только те тюрки, которые откочевали от общего среднеазиатского стада и перекочевали в те зоны, которые в географии называются Армянским Нагорьем и Закавказьем. Что, впрочем, почти одно и то же. Так вот, чтобы признать кучари тюркским танцем или азербайджанским, необходимо как минимум иметь 20-30% родственников тюрок, танцующих кучари, и, что немаловажно, живущих где-нибудь вдали от армянского ареала, например, в Средней Азии или на Алтае. Тогда будет убедительно доказать, что кучари тюркский танец. А пока этот танец исполняют, кроме армян, народы именно армянского Нагоря, понтийские, греки, например, ассирийцы, говорить о тюркском происхождении танца кучари из-за этимологии, все равно, что сказать, что танец гопак зародился не на Украине, а в Бутырке, а название гопак от бутырского гопстоп. Тоже из кучари. Тем более, глядя на танец, ритм, движение участников танца, можно четко осознать, что ничего в этом нет напоминающего каких-либо там баранов или кочевников. Взявшись за руки мужчины, образуя хороводную стену, что присуще армянскому танцу и вообще танцу региона, напоминает некое сплочение, крепость, который так и норовит принять бой и защитить тех, кто у них за спиной, за спиной танцующих. Именно поэтому танец и называется кучари от армянского кач, храбрый и ари. Мужчин, танец храбрецов, танец храбрых мужчин. Его правильное исконное название – качари, которое подверглось фонетическому изменению через курдов, называвших качари на свою фонетику коджари, а затем и кочари. Но при чем тут азербайджанцы? Вот это вот главный вопрос. Тем более сам автор говорит, что качари зародился в Нахичеване. Только автор забыл упомянуть, кто есть жители исторической Нахичеване. Это армяне. Загляните в любой не азербайджанский, не армянский справочник и поинтересуйтесь историей Нахичеванского края. И убедитесь сами. Даже те же понтийские греки, танцующие качари, танцуют не все. Только выходцы из Карса. Например, в немецком музыкальном словаре об этом ясно написано. Качари – танец понтийских греков Карса, зародившийся в этом городе и нынче находящемся на территории Турции. Кстати говоря, Карс стал находиться на территории Турции с легкой руки большевиков с 21-го года 20-го века, когда Карская область была передана Турецкой республике. Как видите, снова следы качари ведут в историческую Армению, так как Карс еще и древнеармянский город и бывшая столица Армении. В чем также можно убедиться, обратившись в независимые источники. Как видите, ничего азербайджанского в качари нет и быть не может, не считая то, что его танцуют азербайджанцы на хичеване. Но об этом я уже сказал, почему именно азербайджанцы на хичеване. Об этимологии и говорить не приходится. Во-первых, потому что я сказал выше о происхождении названия танца. И если судить об исконности по этимологиям, то и Стамбул с Анкарой, исконно тюркские города, и про греческие Константинополь, и Ангору можно забыть. Да чего там Стамбул с Анкарой? Сами азербайджанцы, будучи тюрками, носят иранские днонимы. Азербайджанцы. Сами азербайджанцы. Мэр Найрян, Ханадарян, Аван Даган, Мэр Кочари.